Художественная галерея Византии, место, мимо которого каждый брещанин проходил не один раз, расположена она на улице Буденова. Там, не покладая рук, трудится над созданием эксклюзивных изделий известный ювелир, который внес огромный вклад в культурное развитие Беларуси. Это Николай Кузьмич. Сейчас в мастерской изготавливают и иконы, и ювелирные украшения от колец до брошей, где каждое изделие находит своего обладателя. Рекламу делать себе не буду, но там есть и древневизантийская эмаль. Работаем, работаем с заказчиками, делаем иконы, хорошие иконы, большие иконы, ну и авторские изделия покупают. Вы знаете, находятся люди, даже всегда думаешь, кто ж купит. У нас не массовка, люди всегда интересные, не рядовые, не простые. Я не делю людей на простых и непростых, но люди с интересной историей и знают, что они хотят. 30 лет назад Николай Кузьмич был единственным в Беларуси мастером, восстанавливающим технику византийской перегородчатой эмали. Работа над знаменитой копией креста Ефросиньи Полоцкой была закончена в 1997 году, больше 20 лет назад. Сейчас у именитого мастера другие цели и проекты, но он с удовольствием работает над разными предложениями, особенно если это деятельно связано с иконами. Надо созреть, надо подойти. Все-таки я занимался крестом Ефросиньи Полоцкой, большой стаж. Это надо быть, ну конечно, надо, чтобы и зашло на тебя благодать, и свыше, чтобы рука водилась не по своему велению, опыт какой-то был. Все это сложно. Главное не начать икону, а главное закончить ее. Есть такое выражение. Ну вот, пытаемся заканчивать. Второй герой нашего сюжета только планирует попасть на страницы книг, в частности, книги рекордов Гиннеса. Ведь он собственноручно создал одно из самых маленьких колец в мире. Для того, чтобы рассмотреть изделие брестского ювелира Вадима Качана, нужно обладать орлиным зрением или иметь при себе лупу, ну или хотя бы очки. На изготовление кольца мастеру потребовалось всего три дня, а вот на подготовку ушло намного больше времени. Кольцо весит одну сотую грамма в диаметре около двух миллиметров. В оправе настоящий бриллиант. Одна из целей, которая меня подвигла к тому, чтобы сделать такое вот именно очень маленькое кольцо, это просто вот испытание. Вот реально можешь ты это сделать или не можешь? Хотя я когда это начинал, я даже не думал, я не смотрел интернет, я не знал, маленькое, не маленькое, какое. Мне просто было интересно вот испытать, насколько я смогу. Ну так получилось. Так оказалось, я заинтересовался этим уже потом, и оказалось, что действительно у людей такое не получалось. Про таких говорят. Блоху подковал. Талантливый мастер с золотыми руками с детства занимался изготовлением мелких вещей. Делал из проволоки маленькие ножички, клеил миниатюрные книжки. Даже сейчас он не забывает о своей страсти к крохотным вещам. В коллекцию ювелира можно найти другие миниатюрные изделия. Стоит отметить, что у каждого ювелира большие планы на будущее, впереди ждут новые свершения. Потому как наши творческие герои уверены, что пока внутри человека бушуют страсть к любимому делу, для него нет ничего невозможного. Продолжение следует...